Мы находимся на водохранилище Яче с командой Траппер, чемпионами Белоруссии и мира по ловле на мормышку. И в ближайших выпусках проекта «Получи леща» Юрий Щерс, Евгений Атрахимович и Алексей Волищенко будут делиться своими рыболовными советами. Снаряжение на льду имеет приоритетное значение. Если рыболову тепло и комфортно, то и улов должен порадовать. Насколько я знаю, для того, чтобы комфортно валиться на рыбалке, нужно снаряжение. И у тебя его много. Показывай и рассказывай. Ну смотри, во-первых, ловля-мормышка спортивная, она происходит с колен. В большинстве случаев. Почему? Потому что, во-первых, можно более оперативно облавливать экваторию. То есть не нужно с собой таскать ящик. Пришел, на колене встал, сразу начинаешь ловить. Во-вторых, когда вот сейчас дует ветер сильный, ты своим корпусом закрываешь лунку от ветра. Вот, соответственно, проводку можно делать более качественную. Ну и чтобы не намочить колени, чтобы было тепло, мягко используются вот такие вот на колене. На колене бывают разные конструкции. Их можно приобрести в магазине, а некоторые рыболовы делают их самостоятельно из подручных средств. Чтобы ловля на мормышку была эффективной, все снаряжение должно быть под рукой. Используется такой вот ремень, который одевается на пояс. На нем сумка закреплена. В сумку можно положить, например, кормушку. Также на пояс вяжется шумовка. Использовать пластиковую или железную шумовку каждый выбирает сам, что ему удобнее. Само собой полотенце должно быть под рукой. Потому что, когда руки мокрые, они гораздо быстрее замерзают. Соответственно, надо следить, чтобы руки все время сухие были. Живая наживка тоже должна находиться под рукой у рыболова. Вот он размещается в мотыльнице. Мотыльница вешается на колено. А почему не в сумку? Почему не в сумку? Потому что в сумке однозначно его хранить не стоит. Это лишняя потеря времени. В сильный мороз мотыля прячут во внутренний карман, чтобы он оставался живым. Сейчас температура около нуля, никаких проблем. Хранится мотыльница, не замерзая. Здесь у меня два отделения. В одно отделение кладется крупный мотыль, а в второе отделение мелкого мотыля можно положить. Чтобы, если в процессе ловли нужно докармливать оперативно мелким мотылем, вот, взял, открыл, кинулся уже. Мотыльницу, закрепленную на колене, лучше переворачивать, чтобы при переходе с лунки на лунку крышка не открывалась. Рыболовный ящик спортсмены не используют, ловят с колен и хранят все снасти в специальном ведре. Обычно неизвестно заранее, какие будут условия ловли, как себя будет вести рыба. И чтобы выбрать именно ту снасть, которая оптимальна для данной ситуации, нужно иметь с собой хороший ассортимент удочек с разными лесками, с разными мормышками. Продолжение мастер-класса с командой «Траппер» на зимней рыбалке смотрите в следующих выпусках проекта «Получилища». А пока у вас есть возможность пригласить нашу съемочную группу на свою рыбалку и получить приз. Внимание, розыгрыш! Термосумка, предоставленная нам представителем фирмы «Траппер» в Беларуси компанией «Обибоки», станет хорошим помощником на рыбалке. Подробности смотрите в группах проекта «Получилища» в социальных сетях.